Бурятский лучник и колоритные девушки с ходаками. Так своих гостей в Доме культуры Заречной встречают, пожалуй, впервые. Специально к фестивалю бурятского кино здесь организовали целый киномарафон Танто Нютак. Нам сегодня будет приятно удивить пожилое население микрорайона фильмами, которые они давно хотели бы увидеть, а это именно «Горький можжевельник» и «Пара Таежного подснежника». Скажем так, классика советского бурятского кинематографа. 200 мест, именно столько вмещает Левобережный ДК, сегодня заполнены до отказа. Посмотреть на наши бурятские фильмы прошлых лет пришли и пожилые, и молодые зрители. Последние, кстати, в лучших киношных традициях запасались попкорном в местном буфете. А сотрудники Дома культуры Заречной себя уже назвали поклонниками наших кинолент. Я раньше не смотрела, но я посмотрела и, знаете, была, в общем-то, очень удивлена, что в нашей республике могут снимать такие фильмы. В репетиционном зале последние штрихи. Задача этих девушек – оживить показ. И как иначе дополнить кино, если не традиционным танцем? Порадовали зрители и фольклорные ансамбли. Кстати, тоже знатоки бурятских лент. Решала, например, Чаник. Да, это очень отрадно, что такие наши молодые поколения заинтересовались и снимаются на свои средства, показывают нашу малую родину, наше уникальное озеро Байкал. Потому что все равно своего рода считают, что они патриоты своей родины. Тему патриотизма в эти дни обсудят и на других площадках фестиваля. Она станет главной и на ток-шоу, посвященном бурятскому кино. Мария Латышева, Виктор Горновской. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok